делится, вот, поэтому честь и хвала Наталье, которой не стесняясь, во-первых, она написала отзыв у себя в Инстаграм, во-вторых, она не стесняясь выкладывала фотографии, даже мне давала добро на то, чтобы я выложила, я этого не делаю, вот, ну, в общем, это такой человек, который, я считаю, ей нужно действительно отдать честь, потому что она делает благое дело, потому что она делится, во-первых, хорошим своим позитивным опытом, своей личной историей, и конечно, она мотивирует, она вдохновляет, если согласны, дайте мне знать, дайте мне знать, если согласны, вот, поэтому я вам, правда, говорю, что очень мало кто готов, кто готов рассказать свою историю, в основном люди соглашаются делать это анонимно, многие даже анонимно не хотят, то есть у меня есть такие клиенты, которые ни в коем случае не в сторис, никуда не выкладывая, анонимно, даже анонимно, потому что вот моя мама, мой папа, мои коллеги на работе тебя читают, они, они, они поймут, что это я, они поймут, что это я, мне реально клиенты пишут, что они поймут, что это ты про меня, вот, поэтому, ну, редко, редко кто, кстати, как бы вот вы поступили, вы бы рассказали, не рассказали, интересно, что вы, что вы напишете, мы сейчас будем слушать Наталью, я ее попробую присоединить, надеюсь, что у нас все получится, вы сначала нас послушайте, мы попробуем вас сильно не грузить наукой, Наталья попала, как я называю, такой, еще, наверное, в один из первых моих потоков, когда я еще не была таким глубоким коучем, вот, но я уже в тот момент училась психологии, мы закончили работать, я еще, по-моему, не, может быть, уже и получила диплом, я точно получила диплом в МГУ по расстройствам пищевого поведения по работе, но не суть, где-то, по-моему, в октябре мы завершили работу с Натальей, и сейчас она, наверное, уже сама расскажет вообще, чтобы я, не дай бог, там что-нибудь не придумала и не сказала чего-нибудь, что, что, что не так, так, поэтому я ищу Наталью, мы сейчас к ней ее попробуем подключить, вы нас, пожалуйста, поддерживайте, вы можете присылать свои вопросы, все, что интересно, спрашивать у меня, у Натальи, мы обязательно в конце оставим время для того, чтобы я ответила, или Наталья ответила на ваши вопросы, если они у вас есть, вы хоть чего-нибудь рассказывайте, где вы вообще, что вы делаете, задавайте вопросы, присоединяйтесь, лапками машете, воспользуйтесь шансом, я понимаю, что суббота, все на дачах, никому не до прямого эфира, так, Наташ, ну что, пробуем? Наташа, я тебе послала запрос, вот она, друзья, дайте, пожалуйста, знать сразу, как слышно меня, как слышно Наталью, самое главное, чтобы Наташу было хорошо слышно, вот она, моя красотка, и я так себя рада не видеть, так, как нас слышно, сейчас вот идет небольшая, наверное, задержка, сейчас кто-нибудь нам, вроде пишет, что слышно обеих хорошо, Наташ, я тебя приветствую, я тебе еще раз хочу сказать спасибо, ты реально какой-то уникальный человек, почему, вот можно, я начну с самого такого простого вопроса, почему ты не стесняешься, почему ты не стыдишься, потому что, ну, я тебе реально, вот правда говорю, у меня вот некоторые клиентки, они даже анонимно сторис не выкладывают, не дай бог, моя мама запалит, что это я, ты понимаешь, а ты на весь Инстаграм, на все мои почти 100 тысяч подписчиков, не стыдяйся, не стыдяйся, но я на самом деле тебя понимаю, мне кажется, этим гордиться как бы надо, да, и, собственно, мотивация хорошая, здоровая, это здорово, но все-таки. Ты знаешь, я никогда об этом не задумывалась, я действительно, как бы, я не стесняюсь этого, да, и я набрала по своей же какой-то, наверное, глупости, какими-то вот стечениями обстоятельств, лишний вес, ну, так случилось, ну, а что теперь, пробовала сама, ничего не получилось, все равно какие-то вот постоянные срывы были, ну, не то, что срывы, просто я ничего не делала, мне была лень, вот, а то, что человек помогает и делает свое дело так, как оно должно быть, это, мне это, наоборот, помогло намного больше, чем я бы сама себе вот накручивала и говорила, что мне ничего не получится, как сказать, я думаю, здесь, я, правда, я не задумывалась, почему, и я не стесняюсь этого, мне просто, я просто сама даже горжусь этим, что у меня получилось с помощью специалиста это сделать, и я поменялась сама, это, конечно, не только работа специалиста, но это и моя работа, и я горжусь, что я это сделала, это огромный труд, огромный труд двоих, в данном случае двоих людей. Я хочу добавить здесь, это важно, что я всегда всем говорю, эта работа, на самом деле, 99% на самом деле, это работа ваша, моих клиентов, потому что, ну, я только даю, можно сказать, инструмент, вот, понимаешь, есть гвоздь, я даю, я могу показать, куда его забить, но забиваете вы, да, очень важен вот этот вот контроль, мотивация, да, в процессе, но мы об этом еще поговорили, но это реально труд, это огромный труд, и мы дальше поговорим, что я вообще считаю, я сегодня сказала своему мужу, говорю, сегодня будет эфир из серии ученик превзошел своего учителя, и это реально, и мне не стыдно, и мне реально не стыдно, потому что у меня все спрашивают, Алёна, как ты бросила бегать? Я, получается, тут зарядила Наташа, она у нас, Наташа, завтра будет забег-то в итоге? Забега не будет, но я планирую на результат пробежать, но это уже следующее воскресенье. Мы, друзья, еще обсудим, что Наталья, она у нас еще и бегом занялась. Наташ, давай начнем с самой предыстории. Мы с тобой знакомы давно, и твой заход ко мне, он тоже был таким долгим, ну, как правило, люди ко мне и доходы, кто-то упал на дно, кто-то по 3-4 раз заявку отправлял. Знаешь, у меня вот сейчас прям классика жанра. У меня услуга моя стоила несколько лет назад в несколько раз дешевле. Люди тогда не шли, сейчас уже люди платят двойную цену, только чтобы в очереди не стояли. Готовы, по крайней мере, хотя у меня сейчас уже и на очередь-очередь, на срочную, как говорится, на работу очередь, но суть в том, что когда человеку реально очень надо, видимо, приспичило, да, то что-то вот щелкает в какой-то момент, и он приходит. Вот что в тот момент щелкнуло у тебя, я помню, наш с тобой встречу, наш с тобой скат. Ну, совсем другая женщина передо мной тогда сидела. Это было, конечно, такое что-то, и совсем такое... Ну, конечно, щелкнуло меня это цифра. Первая цифра на весах, это 80,1. И в магазине, когда мне начали приносить вещи 50-го размера, мне просто было настолько обидно, я не хотела потом мерить эти вещи, я даже просто не хотела их. Вещи красивые, достойные, но я их даже надевать не хотела, потому что я не принимала эту цифру, я говорила, это не мой размер, уберите отсюда его. То есть я просто уходила из магазина практически. И поняла, что так дальше продолжаться не должно. Если я оставлю все как есть, то будет и не только 50, будет 52, 54, ну, а там уже до бесконечности. Ну, а смысл для этого? По здоровью тоже как бы было тяжело это уже все психологически переносить, и физически тем более, приходишь домой, поела спать. То есть вот все, больше ты ничего не хочешь в этой жизни. Такое вот состояние было вот угнетенное, что хотелось, уже надоело это все, хотелось действительно стряски. Вот, и потом начала вот присматриваться, прислушиваться. Ну, слушала-то я много чего, в Инстаграме, информации очень много, в интернете тем более. Вот, но выбор все равно пал на тебя. Многие обесценивают, например, в нашей стране, да, не понимаю, ну, вообще, зачем кому-то платить деньги, ну, что, платить деньги, чтобы, прости меня, не жрать, вот многие так и говорят. Я что, сам что ли не могу? Я сам себе могу диету. Почему, почему все-таки тогда, зачем тогда вот мы нужны? Почему стоит вот очередь ко мне, несмотря на то, что, ну, мне многие говорят, что я вообще самый дорогой специалист в России. Я не знаю, но почему тогда вот все равно есть спрос, то есть, ну, если реально, вот, ну, кажется, ну, просто же. Ну, не скрой, когда я в семнадцатом году к тебе обратилась, в августе семнадцатого года, получается, за полтора года до того, как мы с тобой начали, у меня такие же были мысли, вот, почему я не могу сама справиться, зачем я буду платить деньги, у меня все получится, но я не знаю, у меня этого не получалось, как мы с тобой поговорили, ты даже тогда и предложила мне очень выгодное предложение тогда у нас с тобой было, и то я не, но как-то вот у меня не сработало в голове, что как бы надо, надо идти, и, видимо, как объяснить, вот, не могу сказать, но тут, наверное, все-таки контроль нужен мне был, мне нужно было толчок какой-то, знание, не то чтобы знание, но и поддержка, именно поддержка знающего человека, специалиста, который мог и подсказать, почему так, а не иначе, и почему мы делаем это, а не по-другому, ну, вот эти вот все какие-то моменты, нюансы, но сначала я не понимала вообще, как мы это с тобой делаем, почему ты мне это говоришь, это надо делать, а я не хочу этого делать. Сопротивление, да, вот это первая стадия, я ее называю, сопротивление, даже вроде бы ты пришел уже созревший, то есть ты понимаешь, что надо, но сопротивление, вот это вот, такой вот первой, три недели, вот классическое, такое вот, что-то она делает не то, да, такое раздражение внутри, вот этот мозг, да, как я его называю, репти, он реально начинает педаль прям сжать откровенно, так, расскажи, вот как это было, что было самое сложное вообще тогда, сопротивление, да, то есть не хочу, или как это было? Ну, даже у нас один с тобой раз момент такой был, что я потренировалась так, что у меня на следующий день мышцы вообще не шевелились, я ходила, как этот, как робот, и я решила, что день, вот я отдохну, отдохну, на следующий день буду работать, ты мне, нет, иди занимайся, нет, иди. Я не шевела вообще, я помню, я еще говорила, тебя жалеть нельзя, Наташа, тебя над плетками, вот так. А я сидела и говорила, нет, я не пойду заниматься, я хочу отдохнуть, то есть вот такие вот какие-то моменты сопротивления были, но в тот же момент я сама себя удивлена тут же, что я выходила на тренировки вот эти вот, даже пусть они, сложно было сначала назвать этим тренировками, просто ходила пешком по стадиону, потом потихонечку начала бегать, то есть, ну такая развлекаловка началась. Спасибо тебе огромное, что ты не заставила меня идти в зал, то есть ты дала мне выбор, каким спортом мне заняться, какими вот движениями, движениями, какую вот, как сказать, физические эти упражнения делать самостоятельно. Хоть гуляй, ну просто гуляй. Да, ну начало. И у нас такой сезон с тобой выпал, что мы начали с апреля, как раз тепло стало, весна, вот, и я ни в какой не хотела идти в зал, не хотела я идти тягать гантели или что-то еще, с тренером там тоже у меня как бы не хотела контактировать. Вот это все мне, это не... Отрицание было. Но я давно-давно еще хотела начать бегать. Я даже как-то пробовала просто, добегала эти 5 километров, потом бросала. То есть тренировалась как-то я в 15-м году, я помню, это я достигла этого, что я пробежала 5 километров без остановки, и потом у меня так сошло на нет и забросила. Но все равно мысль вот эта в голове была, что вот бегают люди, интересно, классно, и вот потихоньку, благодаря тебе, я все-таки пришла в этот бег, и мне нравится. Я тебя в осенью готовила, закупайся, готовься. Что? В осенью, как я тебя готовила, к зимнему сезону, к беговому, чтобы ты не забросила, а ты такая, нет, не буду, не буду, не буду, я отрицала, но потом я поняла, а, я еще так и говорила, нет, я буду, но когда, может быть. Да, да, да. Потом поняла, что я зимой не хочу бежать, и я купила дорожку себе домой, и все-таки я продолжила бег, и зима, и вот этот карантин мне очень помогла дорожка. То есть это очень здорово, и сейчас я вышла на улицу, когда нам разрешили тогда с первого июня выходить, то есть в мае я еще дома была, в мае дождей было много еще, то есть мы как бы выходили на это, а вот в июне очень классно началось это все, я сейчас на улице, я и в лесу очень много бегаю, потому что для меня прошлый год был, это чисто стадион, один раз я в лес бегала, мне не понравилось, там рельеф, там кочки, все эти, мне там плохо было, и я только чисто на стадионе, а в этом году, спасибо этому карантину, что еще месяц у нас стадион был закрыт, я покорила весь лес за месяц, и сейчас, когда мы вышли в офис, конечно, я в будние дни бегаю на стадионе, потому что мне так комфортнее вечером, а в субботу, воскресенье только лес, это такая красота, это природа, это рельеф, это другая нагрузка на мышцы, на все тело, то есть разные, получается, тренировки у меня выходят. Я с тобой согласна, я вспоминаю, как я в прошлом году летом бегала в лесу, это такой вообще дзен, такой кайф, но ты видишь, меня от бега прям резко отвернуло, вообще, я теперь гуляю с удовольствием, я про скандинавскую ходьбу думаю, ты знаешь, дожила, ну ладно, ты мне скажи, тебя получается, бег вообще за это время поглотил, то есть ты такая профессиональная уже стала спортсменка? Нет, я не профессиональный спортсмен, я любитель, но у меня объемы сейчас растут, у меня растут все мои показатели, вот, по бегу, я пошла к тренеру в декабре прошлого года, и тоже замечательный человек, у меня попался тренер, спасибо Наде Максимовой, которая вдохновляет тоже нас всех, и я с ней советовалась, нашему тренеру Паше, и к нему, да, вот пошла, у меня теперь тоже, как бы, у нас чат свой, у меня свой круг общения появился, это очень здорово, это какой-то вот, мы каждое утро просыпаемся, все там начинаем отчитываться, рассказывать, у кого какие-то достижения, у кого что-то там, поддержка идет, если кто-то заболел там, или что-то случилось, это очень классно, и да, я сейчас в месяц бегаю порядка 200-230 километров, вот просто у меня было 214 километров. Я до карантина каждый день пробегала порядка 15-16, представляешь? 4 месяца без бега. 4 месяца без бега. Слушай, ну это очень важно, да, что тебя вот какое-то комьюнити поддерживает, у нас даже с девушками, кто в моих мастер-классах участвует, у нас есть закрытый чат, и вот я смотрю, все равно девчонки там периодически что-то пишут, рассказывают, и вот это какая-то все равно такая поддержка, она есть, вот это комьюнити, очень важно, мне кажется, знаешь, почему вот ты согласишься со мной или не согласишься, почему у многих не получается без специалиста, потому что, ну специалист, он как бы, он играет за тебя, да, а здесь получается человек, ну мы живем все-таки в таком обществе, где, ну мало кто тебя поддерживает, да, то есть, ну у нас женщины, они же как живут там с диеты на диету, понятно, пришли на работу, ну да, давайте обсудим новую диету, параллельно тирольские пироги там, да, ну сегодня последний день, завтра девочки начнем, вот скажи мне, пожалуйста, когда ты проходила весь этот этап, было ли тебе сложно именно вот в плане поддержки, кто тебя поддерживал, кто не поддерживал, были ли какие-то провокаторы, провокации, вообще вот как ты со всем этим справлялась? Кстати, вот сейчас мысль перешла, ты вот спросила в самом начале, почему я не стесняюсь говорить на весь инстаграм, вот именно на весь инстаграм я не стесняюсь говорить, потому что здесь есть и единомышленники, и которые могут поддержать, выслушать и понять себя, но я стеснялась говорить это на работе, кстати, вот одна моя коллега здесь в эфире, вот мы с ней по совместителю подруги, значит, общаемся, вот она меня поддерживала, но она тоже не сразу заметила мои изменения, потому что я молчала на работе, и когда были уже явные изменения, она меня заметила, поддерживала, но другие коллеги немножко восприняли эту ситуацию так, ну, похудела, все равно вернется все, начнешь ей с тортики, и как бы еще больше... или еще... Да, да, то есть еще больше наберешь, все, поэтому на работе я как бы вот, это не распространялось, поддержка была от моих близких, от моей сестры, от моей мамы, вот это, и поддержка была вот, вот, Галина, это моя коллега, Галя, привет! Галин, спасибо вам, спасибо, спасибо добрым людям, да, они есть, строго понимаем всегда на работе, вот, и, да, вот, поддержка именно инстаграмная была, вот, как сказать-то, социальных сетей, а не близкого общества, с которым... В инстаграме все-таки можно найти больше, да, какой-то поддержки, и людей, которые... Проблема, вот я даже, по-моему, эфир на эту тему проводила, да, что вот, это же вот человек вырывается из этого стада, из болота фактически, да, из трясины, и никому не нравится, что как это ты, ты что-то тут вырываешься, вылезаешь из нашего вот этого болотца, еще начинает вот это вот непроизвольно, да, не так, неосознанно тебя туда пытаться затянуть, соблазняя там тортиками всякими, да, там, какими-то там провокациями, слушай, а получается семья, мама, сестра, они тебе не говорили, Наташа, что ты творишь, на кого ты похожа, не было такого? это мой выбор был, мама меня поддержала тоже, как бы, все хорошо, и здесь нет, здесь все наоборот, я им благодарна тоже, что вот, все классно. Слушай, Наташа, давай, знаешь, какую тему поднимем, потому что, ну, многие вот думают, что, ну, легко тем, вот, ну, человек вот, мне вот, например, многие говорят, Ален, да вы просто это все не любите, вы просто не любите, вам легко, вы родились, вот мне многие так говорят, вы просто родились с любовью к сельдерею и морковке, вы просто, вот, разврожденная к ним тяга. Вы просто с Аленой не общались с ЖЖ, значит, 10 лет назад, когда мы пекли тортики, все на перебой, да, вообще, или конкурировали, да, за то, кто быстрее, да, да, и не ездили со мной не отдыхать, и в ресторан не ходили, ну, это да, ладно. Я с тобой была в ресторане, помнишь, мы пиццу все заказывали? Мы как-то компанией все из ЖЖ. Ты меня спалила, ты представляешь? А я же, наверное, я одна из немногих, кто съела пиццу целиком, я помню. Я помню Аню Улич, которая забрала, а я еще такая вообще, с такими глазами сижу, пиццу забирает. Это как это вообще? Да, да, да. А еще там, по-моему, брали на двоих, на троих, а я так нормально. Да, лет восемь. То есть, Наташ, то есть ты не такая какая-то экзотическая вообще женщина с острова Пасхи, которая вообще на торты ровно смотрела. Вот, да, то есть у тебя, ты обычная женщина. Да, совершенно. Так, какие у тебя были слабости самые и остаются, может быть? Моя самая слабость, это, конечно, сладкая. Это конфеты, это тортики. Конечно, сейчас уже выборочно тортики, не все подряд, есть такое вот. И сейчас, да, у меня иногда бывает такие как бы... Наташа, я тебе уже сказала, ты скоро вернешься. Обычно я девчонкам говорю, когда два-три, вот, дальше не надо, потом тяжело. Потом и возвращаться стыдно, и вес возвращать уже сложнее. Вот два-три, это вот прям сигнал, что красный свет. Наташа, вот прям тебе скажу, дам такой прям пинок, может он сработает, не придется возвращаться. Но это вот мозг наш хитрый, он как творит, он что творит? Это классика жанра. Я магазинная, вот это все, вот это трансжиры, вот это вот все вот. Пальмовая ма... Я, я такое не ем. Я только, ты знаешь, у Селезнева на сливочном масле, чтобы на натуральном все было. Беда в том, что это такой самообман, прям вот, знаешь, вот это, вот я только из натурального. Это такой самообман. Калории и там, и там, набираем, и там, и там. Поэтому надо держать руку на пульсе. Можно вот это, да, фиксация веса пошла, ну вот сейчас там летний сезон, я всем своим девчонкам говорю, кто мне сейчас в программе. Я говорю, девочки, ну, летний сезон, арбузы, ну, один-два килограмма, с сентября мы начнем уже это. Но некоторым нельзя. Понимаешь? Потому что начинается сезон, ягод пришел у нее в сезон арбуза, арбузы в сезон, перешел в сезон винограда, и пошла карусель. Сначала два килограмма, ну ладно. Два килограмма не страшно, ну что там два килограмма, да, там неделя-две не поела, ушло. И пошло, поехало. Килограммы, они прям, знаешь, вот в момент, в момент. Не заметишь, не заметишь, как два килограмма десятка за год. Да, согласна. Прям не заметишь. Поэтому лучше вовремя остановиться. Это я прям тебе вот такой совет даю. Потому что вот мы с тобой закончили в октябре, да? В сентябре, в конце сентября. В конце сентября. Вот как правило, вот люди держатся от года до трех. Вот по статистике. Все остальное, вот кто продержался дольше, это называется реально, называется ошибка выживших. Вот другие специалисты, они хитрят, когда говорят, что это не так. Почему многие, мне многие спрашивают, почему люди годами, почему люди не уходят. Ну тяжело, тяжело себя постоянно, потому что все равно этот контроль, он требует какой-то напряжения. Да, иногда возникает, что мне бы тут не помешал бы Алене на это. А я, ата-та. Ата-та, да. Какой-то ата-та, какой-то стимул. Ну тут главное, я девчонкам с вами говорю, в чем ошибка. Ну вот случился, да, как у нас обычно случается там, да, ну вот все нормально, все шло, приехал там праздник, Новый год, килограмм набрала. Главное, чтобы вот этот килограмм, да, набрала, не перешло в то, что, а, ну раз, то уже, что мне терять-то. Ну да. главное себя вовремя вот это вот встряхнуть. То есть вот это все-таки в тебе было и есть, да, ты обычная женщина с обычной тягой на сладко. Но расскажи, пожалуйста, мы голодали, не голодали, как тебе вот сам процесс вообще давался, что для тебя вот стало, может быть, новым, открытием, вот в самой работе, в процессе. Как все это происходило вот с твоего, вот твой взгляд мне вот интересен? Мы не голодали, это точно. То есть порции у меня были достаточно такие большие. Даже я сама потом уже, мы с тобой сначала с пяти приемов пищи начинали, а потом я уже сама попросила три приема, потому что для меня перекусы уже стали ни о чем. Потому что когда-то вот в 2007 году я сама питала, худела, тогда да, я там, у меня было пять приемов пищи, и действительно это были перекусы, которые потом уже вот ближе к тобой, когда мы начали работать, у меня эти перекусы превратились просто в пятиразовый полноценный прием пищи. И когда мы с тобой уже начали отходить от этого, и мне перекусы были ни о чем, мне было голодно, и я лучше говорила, что я лучше поем три раза плотно, чем я буду вот так вот разбивать. Я еще помню, что очень тебя переживала и ругала тебя все время заранее ужинать, но тебе как-то они комфортно давались. Да, да, вот они мне начали вручать, либо если бы я дома ужинаю, когда, то тогда держись в холодильнике, мне хочется еще чего-то подъесть, еще что-то, вот вроде бы. Да, я помню, у тебя вот эти были, да, там забеги все время на кухню. Сейчас нет такого? Бывает. Бывает? Бывает. Вот самое вот это сложное, почему-то вот оно мне все равно происходит, но, конечно, надо вот это все, вот самое такое, мой, наверное, слабое место в моем понимании. А вот это наша практика, не держи провокацию, она не помогает? Ну, потому что это классика жанра, купила, съешь, или тебе все равно вот что-то пожевать, морковка не, ну, морковка не прокатывает? Ну, начинается с морковки, а потом начинается, да, вот такие моменты иногда бывают. Почему? Не понимаю, вот надо, надо реально вставать, уходить из кухни. То есть все, поужинал, встал, ушел, как мы с тобой тогда, продумать, спланировать и прямо сразу закрыть, закрыть. Пришла, типа, устала, с работы, был нервный день, и начинаешь вот так вот вот, морковку погрыз, потом яблочко погрыз, где-то почему-то скользнуло. То есть вот эти мысли, вот эти, да, мозг ищет всяческие, да, способы. то есть вот хочется предостеречь, чтобы не делали таких ошибок. Ну, а такие вот за это время, какие-то прямо такие срывы были, нет, честно говоря? Ну, например, какие? Ну, вот говорю, срывы. Зажоры такие, не в зажор не уходишь? Вот срывы, говорю, были вот такие вечерние. Ну, такие вот мелкие, да, такие вот, где-то поселилось чуть-чуть, да, вечерок? Ну, такого, такого, чтобы прям вот не было. Молодец, да? Такого не было. Слушай, ну, вот смотри, все-таки я по своему опыту вижу по людям, да, хоть и многие отрицают, но очень многое все зависит от нашего желания. И не от силы воли, а от мотивации. Что я подразумеваю под мотивацией? Когда у тебя есть какая-то вот такая эмоционально окрашенная мечта. Вот ты начала с того, что тебя там, да, затригерили в магазине, цифра на весах 80 килограммов, восьмерку разменяла. Но когда вот у тебя есть вот эта вот мечта, да, то есть, ну, перед тобой стоит кусок торта, и вдруг перед тобой всплывает вот этот, знаешь, пляж Арабский Эмират и раздельный купальник. И у тебя сразу как-то на этот кусок торта как-то нет, глаз не ложится. Но вот какая мечта была у тебя, какая вот эмоция была, что сбылось, что тебя вот сейчас больше всего вот вдохновляет, поддерживает, ради чего? Сейчас меня вдохновляет именно спорт, и если вот кто поймет из бегунов, то хочется бежать на низком пульсе при темпе там где-нибудь 5 минут на километр. То есть для этого все равно нужно жировую прослойку убрать, так сказать, то есть не совсем снизить вес, а именно, чтобы были, тело немножко перестроилось. И сейчас я уже тоже понимаю, что чтобы это иметь, чтобы снижать пульс, нужно контроль питания тоже должен быть какой-то. Не нужно мести вот эти тортики, шоколадки делать зажоры вечерние. То есть сейчас цель у меня как бы хочется быть в беге чуть-чуть более успешной. потому что вот знаешь, я каждый день провожу консультации и клиентки у меня есть, я вижу, что вот бывает вот все у нее в жизни, ну все хорошо, муж, обеспеченность, поездки, путешествия, муж любит любой. И вот я вижу, что этим женщинам им реально очень тяжело, им сложно, потому что они худеют, знаешь, из серии, ну потому что, ну как бы все же худеют, ну вроде как бы надо худеть, а она не может ни за что зацепиться, потому что, ну у нее нет никакой вообще ровным счетом. Мне иногда кажется, что уж действительно лучше бы была бы какая-то у женщины реально более, не знаю, пусть бы уж лучше действительно там муж не любил, да, но может быть у нее хотя бы что-то было, чтобы ее подстегивало. Ну потому что, когда нет вот этого какого-то стимула, ну хорошо, бег же пришел в процессе, а что было вот тогда, все равно, что тебя заставляло? Ну вот почему, например, когда тебе Алена сказала, Наташа, все, хватит в 10 часов вечера молоко с печеньками пить, иди ложись спать, все-таки что в этот, ну ведь ты же могла в протест пойти, ну все, ты через протест, ну ты слушалась, ты делала, ты все равно эту привычку каким-то образом пыталась искоренить. Что вот тогда тебя подстегивало? А потому что я начала замечать изменения свои. То есть вот этот вот грустный, вечно депрессивное состояние, оно начало уходить. я начала уже радоваться жизни по-другому, начала как-то более активничать, и мне стало наоборот это интересней, вот это и подстегнуло дальше двигаться. А сейчас вот, что в твоей жизни в целом вот изменилось, вот, ну ты похудел, причем ты реально очень здорово похудела, 17 килограмм за 5 месяцев, но это, я вообще настаиваю на том, чтобы девушки медленно снижали вес, то есть у меня в основном специалисты все хотят быстро, я всегда говорю, давайте медленно, я считаю, ты похудела достаточно быстро. Так организмы, видимо, это сряд. Да, не изнасилованные опытом диет. Да, и я не собиралась, как бы, чтобы там стремительно это все произошло, я не торопилась. Да, но что все-таки изменилось? Вот качество жизни, может быть, что-то в жизни изменилось, все равно, какие перемены случились? Ну, помимо того, что ты теперь ходишь в детский мир за одеждой, ты не льстишь? Нет, 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 я уверена, ты там, поверь мне. Я знаю, знаю, детский мир. Ну, хорошо, не детский мир какими-то там премиального сегмента, кенгуру. Ой, как-то изменилось. Ну, ты похорошела. Это визуально понятно, это логично. Ты стала больше за собой ухаживать. у нас, мне кажется, даже в процессе пошло, да, ты как-то, ну, можно я буду вот прям вот говорить, как есть, но вот передо мной на лавке сидела бабка. Ну, вот правда, Наташ, ну, мы с тобой друг друга знаем, ты, ты адекватно, да, я могу, вот слова не... Сидела такая бабулька, такая с унылым лицом. Я когда помню, ты вот сидишь плачешь, у меня было ощущение, что ты кого-то похоронила. Ты, наверное, тогда хоронила свою молодость. И в процессе, да, мы же работали не только над изменением пищевых привычек, да, я же тебя стимулировала к тому, чтобы ты себя еще и вот училась о себе заботиться, и у нас пошло вот это и прическа, да, и макияж, и губы красные, и ногти красные, да, и все это как-то вот стало в процессе, и как-то, мне кажется, у тебя все это так закрутилось. Я даже сама заметила для себя, что я вообще не стала легче. Я раньше была более обидчивая, более как-то восприимчива вот к таким словам, если мне что-то скажут, то я даже на твои слова иногда обижалась поначалу к тому с тобой, вот прям такое было, не хочу, я не буду больше ничего рассказывать, не скажу ни слова. Если он так считает, то все. Вот, и как бы, да, в общении с людьми я тоже часто резко относилась, а потом пришло понимание, что это же все в тебе исходит, то есть получалось как-то само собой, наверное, получилось, или не знаю, или работа вот это с собой. Я начала проще, легче с людьми общаться. По крайней мере, мне стало легче. Ну, есть еще к чему стремиться, но да, то есть уже где-то что-то в шутку можно перевести, где-то это воспринять, где-то не вспылить, а промолчать и переосмыслить то, что произошло, и только потом принять решение и обговорить эту ситуацию. То есть даже вот это, ты мне очень сильно помогла, вот когда у меня были какие-то вот моменты на работе, я приходила с работы, у меня стресс, я начинаю рассказывать, у меня то-то, то-то произошло, там все это. Хорошо, что я это на работе не высказывала, и мне спасибо тебе, что помогала вот подумать сначала, а потом уже решать, принимать решение. Ну, я думаю, что у тебя самооценка просто немножко подросла, потому что я такой человек, у меня чувство юмора и сарказм, но я же добрая, вот, а ты поначалу, и это у всех людей, у кого есть проблемы с самооценкой, они видят черное везде, даже там, где белое, да, то есть на них посмотрели по-доброму, а им кажется, что их как-то осуждающе, да, оценивают, вот, и у тебя была, и мы в процессе, я прям видела, как ты уже даже на мои одни и те же слова, у тебя другая реакция, у тебя совершенно другая, то есть ты сначала обижаешься, а тут, я смотрю, ты уже вместе со мной смеешься, да, то есть я даже вот блог-то веду в таком стиле, вот если мне быть собой, то я так пошутить, я и над собой люблю пошутить, да, то есть я как бы вот могу вообще что угодно про себя сказать там, да, там, хоть там это, меня там любят говорить, что я тощая, ну да, тощая, ну вообще просто скелетон, вот, я как бы с чувством юмора, но видишь, как у тебя получилось, что ты проработала эту проблему, и мир стал совсем другими красками играть, на работе сейчас все хорошо, ну, не считая внешних факторов, да, у нас там есть изменения просто глобальные на самой работе, ну а так стараюсь, да, чтобы было более-менее спокойно. Ну, то есть сейчас у тебя все прям хорошо, ты счастлива, Ну можно тогда, ну вообще, ну мы это видим. Слушай, давай я посмотрю, и я подписчиков прошу, если у вас есть вопросы к Наталье, пока у нас есть еще время задавать, тут нас Женя приветствует, я не знаю, ты видишь комментарии, нет? Да, вижу. Наташа, ты просто умничка, это Женя наша Левицкая, любимая моя Женечка, это просто, вообще, Жень, восхищаюсь, и не устаю восхищаться, обожаю всех, я всю нашу команду обожаю, вот всех люблю, всех всегда рекомендую, Катя Морозова, которая просто фантастически сейчас выглядит, я ею восхищаюсь, она умничка, вот, Женя, она вообще вечная красотка, Наташа, самая красивая на свете, Юля Исаева, это какая-то твоя знакомая, наверное, да? семьяница родная, Юля, как вам повезло, как вам повезло, Юля, я надеюсь, вы правильно питаетесь, правда, сейчас много Наташ с подростками приходят, с детьми, это, конечно, ужас просто, что творится, вот, пачка семечек, два года бегала и вес держался, за два месяца без бега плюс четыре килограмма, это не твоя знакомая? Юля, нет, Юля, Юля, ну вот и Наташа вам скажет, и я скажу, вот я четыре месяца не бегаю, у меня ни грамм не прибавилось, вот, хотя я бегала, говорю, по 15-16 километров в день, вот, и тут же Юля сама себе отвечает на вопрос пачкой семечек, то есть все-таки дело, наверное, не в беге, дело, наверное, в семечках, потому что, кстати говоря, и бегуны, Наташа, согласись, ты бегаешь, далеко не все худые, вообще, да? Что можно есть на ужин? Наташа, может, ты ответишь, что можно есть на ужин? Персональ, персонификация, ну кому что можно есть на ужин? Такие вопросы люди, да, у нас любят задавать, ну вот даже на меня, я говорю, не смотрите на меня, у меня равновесная калория, 2,5-3 тысячи калорий в сутки, ну зачем сравнивать, да, у некоторых моих клиентов тысяча, а на тысячу уже вес растет, поэтому все зависит от того, кто, мы же не экстрасенсы, что можно есть на ужин, Наташа, что ты ешь сейчас на ужин? Вот извиня, Алина, сейчас скажу, пока не забыла, персонифицировано вообще везде все, даже в спорте, да, в днях разговаривали в чате, Надя Максимова пишет, ой, я бежала там, значит, 200 метров у нее горки были, все это, я пишу, Надя, а скажи, это много или мало? Она мне пишет, а для кого? Да. Сейчас говорю, Алену напомнила, и мы смеялись, и начали обсуждать эту тему. Да, ведь так и есть. Ну расскажи, что ты на ужин ешь. А на ужин у меня всегда, вот как мы с тобой начали, у меня завтраки и ужин стабильные, то есть на ужин я ем творог, с фруктами мне очень нравится, а на завтраке у меня всегда омлет, бутерброд с авокадо и кусочек сыра. Разнообразно у меня в основном идут обеды. То есть ты ешь, ты ведьма, ты ешь молочку с фруктами на ужин, ну мне нравится. И ты хочешь сказать, на этом можно похудеть, получить кошмара. Ты сейчас просто, ты просто все мифы одним махом, понимаешь? Я вчера задала вопрос, от каких трех продуктов надо отказаться, чтобы снизить вес. Так там глютен и молочка, понимаешь, фигурировали через сообщения, через комментарии. А тут оказывается, человек, это не только Алена Коготкова на ночь фруктами объедается и молочкой, еще и Наталья Долгова. Так, ну что, мы жалеем себя, делаем из себя жертву, только когда мы берем ответственность за свою жизнь, начинает происходить изменение. Все правильно. Вот Инесса Карпенко. Это правильно. Да, ее родная. Вот, видишь, какие у тебя умницы все. Действительно, так и есть, друзья. Мы себя жалеем, да, Наташа? Ну реально. Жалеем себя тортиком, жалеем еще чем-то. Кто-то виноват. Это вот классика жанра. Муж виноват, который принес, да? Начальник на работе виноват, который отчитал, да? Подруга виновата, мама, кто-то виноват. А на самом деле, кто виноват-то? Виноват я. Наташа спрашивают, сколько сейчас ты раз в день ешь? Три. Три раза? Да. То есть тебе хватает, да? Да, вполне. Ну вот как мы и говорили, что я, в принципе, не настаиваю. У меня клиенты едят, кому комфортно, два раза в день, но я все равно считаю, что два раза в день это очень мало. Ну кому-то действительно комфортно. Вот они с утра наметелились. Мужчины, кстати, так любят. Вот. И поужинали плотненько. До шести раз в день. Вот совершенно спокойно. Кому комфортно. Но опять же, зависит от целей, от проблем и так далее. Наташ, я с тобой в команде была, бегала много и ела много. И не думала, что вообще ем. А сейчас понимаю, что нужно думать, что есть. Конечно, нужно думать, что есть. Друзья, вот мы очень часто ассоциируем еду. Вот сейчас проблема, что люди ассоциируют питание только с фигурой. Вот только с фигурой. То есть достигла какого-то веса, мотивация пропала. Но может быть это я, потому что я сейчас очень активно изучаю генетику и вообще влияние питания на наше здоровье в целом, комплексно. И я знаю о том, что буквально вот состав микробиоты нашей, то, что у нас населяет, раньше микрофлоры называли, но это совсем верно, это вообще неверно. Микробиоты, он как отпечатки пальцев. Почему мы говорим, что питание должно быть персонифицировано. Но мы понимаем, что даже вот определенная еда определенным образом влияет на те микроорганизмы, которые живут в нас. Однозначно. И однозначно влияет. И если взять, например, сырые овощи, да, это такие долгие волокна, которые в процессе пищеварения бактерии выделяют просто полезнейший бутерат, это ту самую кислоту, которая нам необходима. Или, например, взять торт, да, или сахар чистый, который реально, ну, плохие бактерии, они любят вот эту быструю. И они не любят напрягаться и тратить много усилий на то, чтобы перерабатывать что-то хорошее. Вот. Поэтому и мы видим, как это влияет. Влияет на настроение, влияет на наш иммунитет, влияет на наше здоровье в комплексе. Конечно, мы не говорим о том, что питание полностью там гарантирует, что ты проживешь долгую, безопасную, счастливую жизнь. Нет. Но то, что мы можем предупредить или, по крайней мере, отсрочить, да, какие-то вот свои хронические заболевания, это однозначно. Потому что диабет второго типа, это сейчас самое распространенное заболевание. И, конечно, если вы занимаетесь спортом, вот Наташа показывает, да, пример питания, ну, это очень важно. Наташа, Вероника спрашивает, можно ли на ночь ПП десерты до 300 калорий за порцию? Наташа, ответь, как профессионал. Можно на ночь десерты? Смотря кому. Вот. Вероника, ну, мы же не экстрасенсы, мы не знаем, может быть, вы, это, скирдовальщица, понимаете, живете в Твери и с утра вышли с косой во второй половине дня там с вилами, вам может и не ПП десерты, вам может и торт Наполеон целиком можно, у вас, может, там равновесная калорийность суточная, 5000 калорий. Мы же не знаем, а что значит ПП десерты? Вот огромный обмаз этой ПП десертами, это 300 килокалорий за порцию. Ну, слушай, Наташа, скажи, вот как профи, 300 калорий на порцию это уже не ПП десерт. Так, а ПП десерты, а сколько жира в этих десертах тоже? Да. Ну, 300, вот мои, по моим меню, там ПП. Там, понимаешь, вот, я вот знаю, что я съела торт, например, и в нем 100 калорий на порцию, но это можно отнести к ПП десерту. А когда у тебя ПП десерт на 300 калорий, ну, это уже какой-то не ПП десерт. Наташа, Вероника же нас же спрашивает, можно ли похудеть без физических нагрузок только на питании? Ну, вообще, Наташа и худела без физических нагрузок. Может. Я первый раз, когда в 2007 году, я тоже очень здорово похудела тогда, у меня мало было нагрузок, не как сейчас. Сейчас у меня, да, я как бы более серьезно и осознанно стала к этому относиться, а тогда, да, я просто на питание ходила. Ты знаешь, у меня вообще сейчас подход очень так поменялся немножко, но я же тоже постоянно учусь, я вообще нон-стоп учусь. Вот, и я практику, соответственно, веду, когда меняю несколько подход, я сейчас наоборот, вот тем, у кого большой лишний вес, я наоборот даже не рекомендую, многие упираются в зал, бегать, прыгать, я прям запрещаю. Единственное, что я всегда рекомендую, это легкие, умеренные физические нагрузки, комфортные вам. Прогулки, да, желательно на свежем воздухе, вот просто 30-40 минут в день гулять, достаточно до остановки пешком пройтись, от остановки пешком пройтись уже, туда 15 минут, обратно 15 минут, вот эти свои 30 минут нагуляла. Девочки, нет, а спорт не то, что не помогает худеть, на первом этапе, когда большой лишний вес, он даже мешает худеть, потому что жор возникает, вот реально возникает жор, и она там отсидела, там 30-40 минут педали в усмерть покрутила, сожгла там от силы 100 калорий, пришла, налопалась в момент, поэтому даже на первом этапе это не нужно. Мне кажется, спорт уже надо подключать, когда ты уже действительно достиг какого-то веса, и тебе нужно, может быть, ты хочешь просто уже тело подтянуть, да, или ты уже преследуешь какие-то другие цели. Сейчас, когда я прихожу домой, у меня нету жора такого вот, если я утром, и я утром натощак тренируюсь, я прихожу, у меня уже по плану завтрак, но у меня нету такого, что я хочу снести весь завтрак быстрее, быстрее, и все это съесть. Нет, я спокойно его готовлю размеренно, потому что это выходной, я могу себе это позволить, и наслаждаюсь. Наслаждаюсь. Раньше, да, это было немножко перебор. Было такое, что чувство голода возникало, когда ты занимаешься физически долго, ну, какая-то нагрузка идет. И в прошлом году, вот когда мы с тобой начали, я даже в обед выходила, у нас 45 минут обед, я просто выходила гулять. Переобувалась в удобную обувь, и шла гулять, крутила там круги по центру Москвы, сколько у нас там было, все возвращалось. И домой старалась я тоже как бы дойти до машины пешком, там до метро, выбирала станцию метро чуть-чуть подальше, и шла до нее, и ехала на это, с другой станции, чтобы мне было бы это пешком пройтись лучше. Вот, и вечерами я просто бегала, вот, ну, там 30 минут, 30-40 минут. То есть постепенно, да, вот как и снижать, как и менять пищевое поведение нужно постепенно, да, почему диета вот эта не работает, потому что сразу огромное количество стресса, да, вчера ты ела торт Наполеон и лежала на диване, а сегодня ты на стадион бежать должна, и у тебя куриная грудка, которую ты еще готовить не умеешь. И вот этот вот стресс, и сразу жизнь была такой приятной, и тут сразу столько неприятного, поэтому изменения, мне кажется, они действительно должны быть очень такими постепенными. Да. Органичными. И 8 килограмм ты сразу не пробежишь, и даже 500 метров. Смотри, у нас еще спрашивают, я так понимаю, больше вопросов не будет, есть вопрос, как уйти от перекусов, потерпеть или пить воды. Юля, я, наверное, отвечу на этот вопрос. Не всем нужно, во-первых, уходить от перекусов, хотя вот перекусы, перекус перекусу рознь. Должны быть нормальные приемы пищи, потому что перекусы очень часто, особенно когда фруктами, они только повышают тягу к еде. Нужно понимать, почему вы не наедаете, значит, вы неправильно как-то себя кормите в основные приемы пищи. Привыкать к голоду точно не нужно, то есть это всем своим клиентам, я всегда говорю, не надо создавать вот эти голодные ямы, проваливаться в голодную яму, потому что основная причина переедания от недоедания. Мы сначала биологию закрываем, правильно, Наташа? Потом уже психологию. Потому что, ну, одно дело, вот она вечером не знает, чем заняться, пойду молочка попью с печеньками, да, и понимает, что это, ну, чистая психика. А другое дело, когда она целый день голодная, сидела там на капустных листах, терпит голод, глушит его кофе, чаем, там, я не знаю, водой, чем угодно. Это совсем другая история, поэтому, скорее всего, просто себя неправильно кормят. Елена, вот моя клиентка, очень классный эфир. Елена. Вот давайте Елену все вдохновим. Она уже замучила меня со своей талией. Елена, забудьте, восемь месяцев еще нам талии не видеть. Будем через восемь месяцев, я думаю, все прекрасно порадуются за Елену, через восемь месяцев мы будем думать о талии. Елена, мы сейчас не думаем про талию. Нам не надо равняться на Наташу Долгову. Правда, Наташ? С талии будем думать через восемь месяцев. Так, чтобы страдали по моему животу. Да, да. Психосоматику, я помню вот этот ужас, который мне просил. У меня говорит, это же любимая тема психологов, у меня психосоматический живот, да? Да, это у меня обида на весь мир, да? Так, моя тоже Олеся пишет. Кстати, я тоже заметила, что когда утром бегала по шесть-восемь километров, был сильный аппетит. А сейчас занимаю сорок минут дома, и все намного лучше. Вот, Олесь, видишь, я поэтому не возвращаюсь, честно тебе скажу, к бегу. Это то не только связано, не хочу эту тему поднимать, не только с суставами, коленями связано, но еще и с тем, что я реально просто, я стала столько денег экономить. Потому что, ребята, сколько я ела. Вот уже моя Юлечка, присоединяйся. Юлечка, привет, Лена, слушайте Алену, и у вас все будет хорошо. Юля знает. Мои девчонки здесь. Но я тут еще пять копеек за бег скажу, что тут тоже нужно подходить грамотно и со специалистом. Конечно. Мы бегаем очень даже, чтобы у нас и ОФП есть в группе, нам тренер дает, и бег у нас где-то 6 километров, где-то 15, где-то нагрузки совершенно идут, перемены бега, где мы бежим очень быстро. Это раз в неделю стабильно, это у нас среда, это у нас продажки получается. Ну, Наташа, я тебе скажу честно, я не по многим причинам сейчас не бегаю, в основном, я честно говорю, это связано с моей работой, я просто сейчас не могу. Аудитории тоже, чтобы подходили все это с ума. Конечно. Нет, мы призываем, и я всегда призываю Наташе правильно говорить, не надо самостоятельно начинать бегать, не надо самостоятельно начинать худеть, это не потому, что мы хотим вас там на что-то развести, как многие думают. Ой, Алена не дает совет, значит, чтобы... А мне знаешь, как многие пишут? Ну да, понятно, надо за консультацию заплатить, чтобы вы ответили. Слушай, ну я беру на себя ответственность. Как я могу советовать? Ну как? Я не видела... Я тут, когда подняла вопрос, давайте я вам ваши дневники питания собственно присылайте, я людям скажу, мне пишут, у меня желчный удалек, у меня панкреатит, у меня холецистит. Я могу вообще вам давать рекомендации, вы хотя бы анализы, ребята, сдайте, вы придите ко мне на консультацию. Понимаешь, насколько люди вообще к себе относятся безответственно. Безответственности начинают заниматься спортом, под штангу встают, потом у них грыжи. Безответственно начинают худеть, не сдав анализа, вообще начать худеть. Да у тебя, может, там вообще, не знаю, дефицитное состояние, а ты еще и есть перестала. Ты сначала дефицитом с вами обрядились. Наташа, меня сейчас будет выбрасывать Инстаграм, у нас незаметно пролетел час, мне кажется, нам надо повторить. Однозначно, потому что ну ты просто моя коллега-мотиватор. Это точно. Я тебя благодарю, вот, ну мы с тобой на связи, мы не теряемся, мы постоянно с тобой общаемся. Я тебя благодарю, друзья, если получится, если не даст какой-то сбой, как всегда у нас ты любишь делать Инстаграм, я эфир с Натальей сохраню. Вот, если у вас какие-то вопросы будут, вы в комментариях можете Наташе задавать. Наташа один из немногих, повторюсь, людей. которые вообще вот, ну просто открыты к обратной связи. Наташ, прощаюсь, чтобы удалось все-таки мне сохранить. Желаю тебе хорошего дня, обнимаю, спасибо тебе, что ты есть. Ты классная, ты супер, и ты просто бомбическая красотка. Спасибо взаимно. Давай, пока. Пока, счастливо. Всем спасибо. Спасибо, друзья. друзья. Друзья, прошел эфир, я его постараюсь сохранить. Надеюсь, что вам он понравился. Если понравился, пишите. А может быть, кто-то хочет, чтобы я его личную историю, личный случай разобрала в Инстаграм. Есть такая идея, мне ее предлагали. Если вдруг это вы, если вдруг это про вас, то тоже обязательно пишите, но будьте готовы к серьезной работе над своим пищевым поведением. Всем хорошего дня. Смотрите мои сторис, подписывайтесь на Телеграм, там много всего полезного, интересного, и обязательно подписывайтесь на Ютуб-канал, потому что то, что не сохраняет Инстаграм, лежит обязательно на Ютубе. Спасибо и хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok